Привет, народ! Пятый элемент, меня зовут Денис. Не заметили, что в последнее время как-то очень много у нас на обзоре товаров бренда Evolution? Ну, почему вы спросите? Потому что они, блин, все делают, наверное, от настольных умных ламп до телевизоров. Кстати, сегодня у нас один из таких на обзоре. Посмотрим, что за он. И если я бы произнес его название полностью наизусть, то мы с вами бы заночевали здесь, пожалуй. Поэтому, друзья, не обессудьте, прочитаю. Evolution WOS50MR1UHD. Как-то можно запомнить. Посмотрим, что за телек, расскажем про плюсы и минусы. Приятного просмотра. Итак, телек у нас на 50 дюймов, собирается довольно просто. Здесь есть боковые ножки. Традиционно не самое удобное решение для узких тумб, но телевизор можно, например, повесить на стену. Есть у нас стандарт крепления веса 200 на 200 миллиметров под кронштейны. И для того, чтобы повесить его на кронштейн, нужно воспользоваться специальными проставочками из комплекта. Из разъемов полный набор, и тебе аналоговые тюльпаны, и под эфирный спутниковый тюнер у нас есть разъем. 3 HDMI, 2 USB, оптический выход под звук и выход для проводного интернета. 3 5-джек тоже на месте. Что мне сзади не понравилось на телевизоре, это то, что у нас кабель питания совмещен с самим корпусом. То есть он неотсоединяемый. Чем это может быть плохо? Ну, допустим, такой сценарий, если вы повесили телевизор на стену, закрыли свисающий кабель каким-то красивым дизайнерским кабель-каналом, и вам понадобилось телевизор снять. Не будешь ли ты его, этот самый кабель-канал, красиво отрывать? Вот такой есть нюанс. И плюс, если вдруг он вышел из строя, то просто так не заменить. Ну, а спереди это стандартный прямоугольник, только снизу у нас есть еще дополнительный саундбар. А вот как он звучит, мы узнаем чуть-чуть попозже. Теперь давайте поговорим про картину. Итак, еще раз. Размер нашего телека 50 дюймов, разрешение 4К и тип подсветки Direct LED. Либо же, как в компании Evolution называют, D-LED. Ну, кому как угодно. Что же такое Direct LED? Это когда светодиоды подсвечивают экран, находятся по всему периметру нашего экрана. Тем самым обеспечивая равномерную яркую картинку и, конечно же, отсутствие засвета. Кстати, об этом всем. У нас производитель ни на одном ресурсе не раскрыл, какой же у нас тип матрицы здесь. Но путем лайфхаков, которые я научился за время работы в магазине, было 9 лет назад, конечно, давненько. Я выяснил, что здесь, скорее всего, что-то типа IPS матрицы. У нас сохраняются хорошие цвета картинки. Под углом телевизора тоже смотрится окей. Картинка не уходит в белину, либо там черноту какую-то. А на тесте на заливках мы видим, во-первых, с вами чистый белый цвет. А во-вторых, черный цвет не выглядит, как будто бы выключенный телевизор. Это привилегия OLED, либо же PLS дисплеев. И что касается засветов, их совсем немного. Один снизу и один сверху. Но, скажем так, это приемлемая норма для вот такого формата дисплея. И вообще смотрится тоже в целом неплохо. Ситуация вообще ни разу не критическая. Видели гораздо-гораздо более серьезность. А что же сказать по впечатлениям от картинки? Для меня это базовый 4К телек. Я бы его сравнил с решениями от Xiaomi, типа Mi TV4S, которые мы в свое время обозревали. Так вот, картинка хорошая, но которая не преподносит сюрпризов. Алгоритмы для доработки картинки, как в тех же LG, либо Samsung, которые иногда позволяют сказать на картинку «Вау», здесь не представлены. Поэтому картинка выглядит ок, но без восторга. Короче, нормальная панель. Что же касается настроек картинки под себя, есть несколько режимов, типа обычный, нормальный, динамический. Они создают впечатление минимальных изменений. И есть еще режим, например, кино, либо спорт. Кино я очень люблю в телеках, но сам понимаю, что он любитель. А картинка желтит в этом случае, как страницы книги, если хотите самое близкое сравнение. Короче, если вы любите поярче, то ставьте яркий. Он здесь не такой вырвиглазный, как, например, в телеках Samsung, динамический. Если вы видели когда-нибудь это в жизни, то наверняка понимаете, о чем я говорю. Конечно же, телек поддерживает HDR и все вот эти фишечки. А по битности дисплея у нас здесь поддерживается 8 бит цветов, плюс есть в версии доработка до 10 бит. Что же касается игр, то производитель заявляет, что отклик панели 8 миллисекунд. У нас тоже есть игровой режим, в котором, собственно говоря, это будет достигаться, стараться достигаться эта цифра. А я прямо сейчас гоняю Far Cry 6 на этом телеке. Почему бы и нет? Прикольная игру. И еще момент по картинке. Это динамика. Я попытался выяснить, что же у нас здесь за герцовка. 60 Гц вроде бы как. И что мы вообще имеем по улучшению плавности, по, скажем так, каким-то доработкам картинки. Я скажу так. Мы применили наши стандартные тесты, снайперские тесты. И могу так сказать, что этот телевизор хорошо справляется именно вот, знаете, с динамикой. Картинка получается плавная. Плюс здесь у нас есть LG-шные улучшалочки типа TrueMotion. Об этом чуть-чуть попозже. А вот что касается, знаете, общей какой-то детализации, что ли, мне хотелось бы, чтобы кадр был не такой смазанный. То есть, если все эти года я, как бы так, знаете, скептически относился ко всем технологиям апскейлинга, улучшения картинки, то я должен сказать, что должен взять свои слова обратно. Это действительно работающая тема. Здесь, мне как кажется, этого всего чуть поменьше. Поэтому картинка выглядит, знаете, такая без вау, но нормальная. Так вот, возвращаясь к тому, что здесь есть от LG. Это, друзья, операционка. И называется она WebOS. Мы уже много делали раз обзоры именно телевизоров LG. Это их родная операционка. Сейчас LG еще предлагает другим компаниям тоже встраивать эту систему у себя на телевизор. Что сказать про нее? Я ее, честно говоря, очень люблю, потому что у меня дома даже есть несколько телевизоров с этой системой. Реально я ее обожаю за там функциональность. В некоторых местах есть быстродействие. Хотя должен сказать, что иногда система бывает и задумчивой. Но если смотреть на ее минусы, то, конечно, закастомить ее, как Android TV, допустим, у вас не получится. Плюс в этом телевизоре сохранен визуал вот этой самой LG-шной системы. Все похоже. И иконки, и панель управления, и есть store-магазин с приложениями. Кстати, там можно скачать какие-то видеосервисы, какие-то другие программы. Даже игры есть. Но, конечно, с Android TV это не сравнивается. Что-то более казуальное, простое. Ну, а с другой стороны, вы что, телевизоры покупать, чтобы в игры играть? Вы смотрите контент на нем, музыку слушаете. Ну, если дальше перечислять преимущества системы WebOS, то самое для меня важное преимущество это божественный пульт Magic Remote. Здесь он тоже поддерживается. И он модели MR20, если не изменяет память. И он выглядит, собственно, один в один, как на этих самых телевизорах LG. Как по мне, только отличается качество сборки. А когда ты его берешь в руку, то он ощущается немножко легче, чем такой же оригинальный пульт на LG. В чем же его преимущество? Во-первых, это один из немногих пультов указки, которая позволяет управлять телевизором, знаете, как аэромышкой такой. Это удобно во время работы с браузером. Вам не нужно, вот знаете, насиловать этот самый джойстик на вашем пульте телевизора. И действительно, взаимодействие происходит шикарно. Плюс еще добавлю, что здесь есть довольно хороший голосовой поиск голосового управления, которое работает отчетливо и очень быстро. Сейчас вы можете увидеть пару примеров. Сделай громче на 80. Еще, конечно, с помощью этого пульта можно перемещаться по браузеру, который здесь тоже встроен. И должен сказать, что наш тяжеленный сайт 5element.by данный телевизор довольно неплохо кушает, конечно, с оговорками, но абсолютно буквально каждый телевизор на нашем сайте тупит. Но если прогружается, тогда все нормально. Здесь ситуация прям даже получше. Что еще? Данный телевизор может выступать хабом умного дома. Есть специальная интеллектуальная платформа ThinkU, которая может сделать телевизор хабом умного дома. Вы можете подключать туда умные девайсы какие-то и прям с телевизора ими управлять. Также есть поддержка AirPlay. Если у вас есть iPhone, вы можете совершенно спокойно без Apple TV транслировать картинку на ваш телевизор с помощью вашего iPhone. Что же сказать мне вам по звуку? Когда мы смотрим, что есть в телевизоре саундбар, мы предполагаем, что он какой-то должен быть очень сильно мощный. На самом деле, два канала по 10 ватт, но по факту, друзья, реально звучит очень громко и довольно басовито. Поэтому я звук поставил здесь девяточку. И давайте послушаем, как звучит музыка и какой-нибудь кинематографичный трейлер. Ну и подытожим. С телеками данного бренда я не сталкивался, поэтому у меня не затуманенный разум. Могу рассказать вам про плюсы и минусы. Давайте начнем с минусов. Первое для меня это несъемный кабель, то есть это может стать какой-то мелкой проблемой при ремонте, либо при замене кабеля, ну например. Ну и здесь, как по мне, нет супер прорывных алгоритмов по апскейлингу, по доработке картинки во время вот этого увеличения плавности Tromotion, которое здесь, кстати, досталось от LG. Ну а в плюсы я отнесу все-таки систему от LG WebOS. Честно говоря, люблю ее очень сильно. И есть все вытекающие плюсы этой системы. Во-первых, и шикарный пульт, в котором можно удобно перемещаться по сайтам, по системе. Есть голосовое управление, которое работает очень четко. Здесь хорошая базовая 4К-картинка, нету сильных засветов. Ну а что еще нужно? Ну еще можно сказать, что здесь все-таки по цене, если смотреть, то он немножко ниже, чем середина рынка. Я бы так назвал. Поэтому если вы хотите сэкономить какую-то денежку и купить телевизор с системой, допустим, от А бренда, от LG, то милости просим. Кстати, с ценой на сайте 5 элемент можете ознакомиться, она по ссылке в описании будет доступна. Ну а с вами был Денис, 5 элемент. Обязательно напишите свое мнение в комментариях про этот телевизор. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok